Осень на дворе. Все кажется серым и мрачным. Небо, деревья, здания. И на фоне этой серости ярким пятном выделяется одно розовое здание. И мы предлагаем вам на него посмотреть, а лучше послушать, потому что это очень популярная среди джазменов группа. Мы приглашаем на сцену группу «Розовое здание». Встречайте! Вот лично мне, лично мне, вот мне всегда хотелось узнать, почему эта группа называется «Розовое здание». Вы понимаете, мне никак не получалось это узнать, потому что ребята все время работают. У них я сейчас вышел какой-то новый проект. И я хочу это спросить у человека, который играет на инструменте, который лично мне очень симпатичен. Это саксофон. И я хочу спросить у тебя, Марат. Это Марат Абдулаев, группа «Розовое здание». Все поприветствуйте. У нас не так много саксофонистов в нашем маленьком городе. Марат, вот скажи мне, почему ваша группа называется «Розовое здание»? Ну, это зависит от того, у кого какие мечты. В принципе, я думаю, что у большинства и сидящих в зале мечты именно такого света. Правда? Да! А еще мне хотелось бы узнать, вот почему ты для себя выбрал вот именно вот этот инструмент, вот именно саксофон? Я вот тебе там смотрю, даже что-то написано там, классик, там что-то супер, а мать, там какой-то фирмово-навороченный аппарат. Вот почему ты для себя выбрал именно этот инструмент, а не там, я не знаю, ни бас-гитару, там, ни ударную установку? Вот почему? Есть такой известный джазовый музыкант, Брэнфорд Марсалис. Когда у него спросили, почему он выбрал саксофон, он ответил, потому что он нравится женщинам. Все правильно, поприветствуем, поприветствуем группу «Розовое здание». Аплодисменты «Розовое здание» Аплодисменты «Розовое здание» Аплодисменты «Розовое здание» Аплодисменты «Розовое здание» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА